коллеги всем привет доброго времени какое там у вас время неважно в общем в одном из последних последних видео я рассказывал про insomnia так называемый раз клиент который позволяет делать запросы я делаю это видео на примере музея юмора есть метку сайта клабонга ком там пару-тройку можно запросов отправить и вот я подумал как бы сделать для вот этого приложения спа несмотря на то что сам сайт существует работает ну в общем так с целях эксперимента в общем серия возможно продлится эксперимент javascript ну вот в частности чтобы понимали о чем будет идти речь я отвечу на эти вопросы то есть если бы я начал делать спа я бы взял какой фреймворк я бы взял аурелию не буду рассказывать почему вот просто взял бы и все паттерны проектирования да они существуют не специализированы для джава скрипта и есть такие общее абстрактные понятия шаблоны проектирования которые применяются независимо от языка они естественно тоже имеет место быть жало скрипте в качестве бэкэнда но тут для меня однозначен ответ это этот над core хотя можно можно рассмотреть и спдот в пипе 2 то есть которая в мвс пятом последней версии на базе овина протокола то есть тоже да понятно почему не думаю что это нужно объяснять выбор и да и ну собственно говоря тут и выбор очевиден для меня это вижу студия код на самом деле редактор очень сильно и шагнул вперед многое чем может даже некоторые есть возможности которые вижу не поддерживается что кстати не тестирование я выбираю jasmin есть к фреймворк принципе это как раз юнит тестирование но и из последних наработок другое тестирование так называемое цикрус о посмотрите если интересно это вообще другой подход в общем собственно рассудится потому что все ваши кликания по браузеру записывается и потом просто исполняется конь ну и в общем давайте приступим вообще вот к этому эксперименту создадим некоторые спа для музея юмора я использую powershell это первое что мне нужно сделать это выполнить команду на пьем мы стал мы собственно говоря аурелия то есть common line интерфейс я ставлю минус же то есть глобали сейчас установится все необходимые пакеты и собственно можно будет приступить это принципе займет некоторое времени в общем подождем бог готова ну и теперь можно приступать на самом деле уже к разработке можно проверить кстати версию аурелия тире тире вершин должна быть 122 ну все верно итак если ввести команду а у ну или эй ю тома команда ауреля покажет менюшку по умолчанию то есть нею и х вот красненьким видно в общем я не мудрствую лукаво быстренько создам про значение проекта по умолчанию выберу значение дефолт type script об нравится мне писать на тайп скрипте аурелия запрашивает то есть кли так называемая запрашивает установку всех депенденсии то есть на зависимости в общем займет какое-то время я просто перемотает а готово теперь можно переходить к следующему этапу ну давайте для начала запустим приложение для этого нужно перейти в папку куда она сгенерировалась да куда она создалась это аурелия ап ну я здесь ввожу заветную команду код . позволяет открыть через visual studio код из командной строки в общем здесь вы видите проект что в нем существует на самом деле тут много чего есть я пока еще толком не знаю только знаю что есть task explorer где можно кликнуть кнопку старт и если все скопировалось и шаблон создался правильно можно ага в другом экране ну в общем то вот приложение сейчас немножко уменьшу экран вот так вот ну и чтобы было понятно как этот принцип работает сейчас у меня запущен task который вот работает смотрите старт крутится я сейчас возьму само приложение по большому счету это вот апп на тайп скрипте несу какие-то изменения нажму сохранить до сохранить и нажал но и как видите она автоматически перезагрузилась я даже ничего не нажимал вот появились эти восклицательные знаки все работает да как вы помните мы делаем по музею юмору там есть категории давайте ставим компонент который называется категории селектор ну вот такое вот название расширение поставим тайп скрипт делаем первый класс как-то принято в джава скрипте категории селектора напишу с большую буквы а сам файл напишу с маленькой ну пока я не знаю почему просто напишу и так для этого нам потребуется парочку свойств первое свойство это как раз категории которые нам нужно на самом деле тоже создать потому что категории у меня такого объекта естественно не существует давайте его создадим я помещу в папку которая называется models ну или нет entities пусть будут все entity лежать в папке entities категории как вы понимаете расширение тоже будет т.с. typescript и здесь пока сделаем пустой класс пусть пока будет заглушка которая называется категории дальше нам нужно сделать ну вот visual studio код успешно подсказал мне что нужно импортировать автоматически поставил себя from то есть entities категории сподставились и теперь мне есть есть набор категории есть вы если не видели предыдущие видео за там их 7 мне нужно еще иметь ввиду какие из этих категории выбраны то есть я хочу предоставить пользователю выбор этих категорий и из всех и не все которые выбраны отправлять на сервер создадим конструктор этого класса которым как раз эти самые категории и наполним ну давайте я перемотаю чтобы побыстрее было хотя нет давайте вернемся в категорию и сделаем конструктор по умолчанию который будет принимать id типа number и string ну типа название name то есть это позволит создать сразу категории в которых уже можно будет сразу занести название да у для удобства скажем так естественно сами категории существуют на сайте а здесь просто так сказать абстракция на них так идей равен идей и name равен ней теперь можно вернуться в селектор в категории селектор вот и соответственно ну давайте пока временно забьем какие-нибудь изначения там простые там ну пусть будет я не знаю чё просто категория что категория один и так далее сейчас все их штук создам поставлю номера ну а потом перемену 67 и пусть будет здесь также отлично итак для того чтобы создать юай для этого нужно создать компонент с таким же названием вернее файл с таким же названием но с расширением html файл так категории селектор . html теперь по правилам аурели нужно сделать базовый то есть основной так сказать так темплейт но в нем собственно я уже разместить то что нам давайте за ним заголовок с названием там категории музея юмора пусть будет так вот ну пока пусть так дальше будем посмотреть дальше нам нужно создать какой-нибудь div внутри которого мы сможем поместить давайте сделаем для начала select ну то есть список вот и не просто список а сделаем допустим ну допустим давайте multiple selection какой-нибудь вот ну давайте просто отобразим для начала так для этого нужно сделать в опшенах repeat for это конструкция аурели здесь можно написать категория категории of категории если вы помните категории есть такое название название свойства вот в текст выведем название категории точка name обратите внимание на интерполяцию с используем знака доллара так здесь давайте добавим информацию что это список ну для начала нужно забайдить выборку непосредственно в selected категории то есть select будет выбирать выбранные категории выбор будет multiple ну в смысле множественный выбор потому что я хочу чтобы мне можно было разной категории показывать так дальше нам нужно сделать привязку model binding категории то есть чтобы один option мог отвечать за категорию так vpp давайте удалим лишнее собственно говоря нам это не нужно это заложено в шаблоне мы уже посмотрели как работает отлично вот ну и теперь давайте используем этот каталог этот категории селектор просто отобразим его на главной странице то есть как вы видите up.html также имеет template тег здесь чтобы подключить новый шаблон нужно написать required from выбрать соответственно вот папку components выбрать селектор можно без разрешения ну вернее можно без расширения вот так только тут нужно немножечко поправить я что-то required не дописал ага вот так вот required теперь можно попробовать запустить ага вот у нас уже все и получилось четыре помолчания обратите внимание что я использую ну ладно об этом чуть попозже давайте добавим просто чтобы количество записей влезло давайте десять поставим сохранить сохранить да вот они все семь влезли отлично все видно и показывается но в общем следующим этапом нужно делать запрос на сервер ну вернее надо формировать запрос и делать на сервер и так давайте создадим API сервис вернее так называемый прокс если хотите для того чтобы обращаться на тот самый колобонга ком ну для этого нам нужно как минимум создать я хочу создать папку сервисы мало ли сколько их мне будет я еще пока не знаю давай взявим humor какой-нибудь да humor сервис естественно тс вот и здесь будет по простому все экспорт класс humor сервис и так что нам для начала нужно ну во первых у нас есть так называемый какой-то экспонат музея и есть ну ладно об этом чуть позже для начала давайте вот что нам нужно сделать нам нужно сделать запросы к запросы через http клиент и для этого нам его нужно установить в ауреле существует inject http клиент как вы видите ой ну вот сейчас точно видите что вот inject автоматически подставился теперь я напишу клиент http клиент ага у меня он не установлен соответственно мне нужно для начала что взять не для начала нужно установить так я нажму для начала стоп и здесь мне нужно написать npm install или сокращенный вариант install и просто можно использовать мне нужно установить aurelia fetich клиент да сейчас у меня становится пакет npm я потом ну использую его буду использовать html так что то у меня тут не случилось может быть даже название неправильно ввел сейчас проверим а not found да видимо aurelia ну конечно же неправильно давайте еще раз напишем теперь только уже aurelia да нашел пошел вставить в общем есть различие между aurelia fetch клиент и aurelia http клиент они описаны на сайте aurelia в принципе можете почитать я использую fetch потому что это будет абстрактная штука вот ну и раз на меня уже есть я могу здесь на самом деле я надеюсь что у меня подсказка сработает нет сейчас секунду нет не сработает ну ладно импорт что мне нужно тогда импорт http client from aurelia fetch клиент очень хорошо так теперь раз у меня есть http клиент мне нужно его прокинуть в конструктор давайте создадим конструктор пока вот таким вот способом здесь напишем я напишу http и как так как это typescript напишу http client то есть типово укажу пока хватит создам локальное свойство http которая будет носить здесь мне должна подсказка быть сейчас проверим да есть в общем что я здесь делал я создал клиент ну прежде чем мне его за так сказать отдать в использование ну то есть для локального метода я хочу немножечко настроить ну ой http client configure у меня есть такая фигня да есть на самом деле вот что мы можем здесь указать в configure мы должны указать ну например вернее что нужно url по умолчанию да куда это будет http клиент ломится ну будет config пусть будет config ну я использую лямбду и вот таким вот образом напишу config with base url ну у меня base url я знаю точно это http s www kalabonga . com так и там по моему дальше сейчас один момент вот api вот api slash v2 вот это что касается непосредственно самого url настройка так теперь дальше мне нужно что еще сделать мне нужно указать я вот как видите немножечко попытался разместить сразу два окошечко и так называемых и с результатом ну и собственно говоря чтобы видно можно было видеть код и так конфиг у меня есть мне нужно еще значение по умолчанию задать я сделаю давайте я сделаю красиво вот здесь сделаю with давайте defaults задается через вот такую конструкцию и собственно говоря мне больше ничего не нужно что мне мне нужно задать в дефолте headers вот они и теперь мне нужно указать что я принимаю accept я принимаю application слэш джейсон то есть у меня будет передаваться и давайте сделаем еще такое кастомный так сказать header ну чтобы знать откуда приходили запросы я буду говорить что у меня этот requested with method fetch ну как то вот так да вот дальше теперь мы отдаем это все http и в общем то теперь можно написать какие то то есть мы получили в конструктор клиент мы его настроили дальше отдали на локальное использование теперь можно написать метод который например называется как вы помните в insomni я там делал два random и по идентификатору в общем давайте вот так сделаем get ой get random вот ну то есть вообще по большому счету он просто должен вернуть что-то там я не знаю давайте пока оставим так ну хотя можно попробовать сделать какой-нибудь запрос на самом деле это давайте на самом деле сделаем для того чтобы сделать запрос мне нужно если вы помните в insomni там я делал параметры по умолчанию параметры так давайте я тогда сейчас напишу запрос быстренько а потом его ускорим видео чтобы сэкономить ваше время я передумал в общем давайте я буду тянуть ваше время и так что мне нужно мне нужно каталог пусть по умолчанию они равны нул потому что можно было передать без это самое без без вообще каталогов тогда брали со всех и еще я создам из adult ну помните да что это для взрослых контентом есть ну такой просто матершины немножко и все и он будет равняться this is adult так у меня такого свойства нету давайте я его создам а мне поможет наверное вот свойства создалось ну не они конечно она выйдет у меня булева вот значение так это у меня параметры которые буду отправлять дальше для того чтобы не их отправлять мне нужно вот эти вот каталоги заполнить какими-то категориями мне сюда нужно получать selected категории то есть если вот таким вот образом у меня this c давайте с маленькой буквы selected категории я буду проговаривать вам может быть это неприятно но зато мне так проще писать и это будет немножко ускорять тогда без selected категории ну давайте все-таки создам это свойство вот так вот прям control . declare это у меня что не это будет категории и это будет array давайте по умолчанию равен пусто чтобы чтобы у нас вот не было проблем length больше нуля тогда мы будем генерировать параметры то есть если пользователь выбрал каталог тогда мы будем подставлять это в каталог для этого нам нужно немножечко там же у нас id и name нам нужно только идентификатор значит получается selected map и здесь у нас дальше получается нужно сделать проекцию s и только идентификатор да совершенно верно дальше дальше непосредственно сам вызов я напишу this я напишу хттп нет я напишу хттп ой ттп так секунду так хттп фетч не 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 фи фетч так ну для этого мне нужно указать соответственно остаток от urla humor у меня там есть такой контроллер и собственно говоря мне теперь нужно добавить некоторые параметры метод будет называться пост ну конечно же в кавычках так я подсказки уберу и body мне нужно добавить body body у меня будет ага мне нужно сюда добавить JSON ну и вот эти параметры сюда запихать параметры так JSON у меня не заинжепчен вот здесь вот в этой сборке есть еще и JSON так я вот это вот уберу вообще можно закрыть она мне сейчас пока не нужна вот JSON у меня есть и теперь мне нужно подписаться на как она называется то на результат ну чтобы понятно было я сейчас использую конструкцию response которая описана на сайте аурели вот и я честно говоря пока еще не сильно вникну в эту штуку ну в общем смотрите у меня есть запрос get random то 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 ну мне нужно теперь этот метод random дернуть откуда-то а я для этого пока ничего не буду делать давайте создадим еще один метод по образу и подобию я назову его он get by id у меня был такой метод get by id в так здесь у меня каталоги должны быть пустыми а идентификатор должен быть какой-то идентификатор который должен соответственно получить отсюда id name ой number вот и соответственно вот здесь вот вот айди ну в общем не сильно различаются запросы так то же самое humor параметры ну в общем в общем так да вот так вот теперь я это сохраню так единственное что я забыл сделать мне вот здесь нужно сделать get random делать ретурн ну что-то я не забыл на этом я думаю пока закончить продолжим в другой раз если интересно пишите комментарии да да наверное пока на этом все я вот так вот сейчас разверну так мы создали humor сервис и будем в следующий раз его уже использовать ну в общем то дальше пишите комментарии если интересно задавайте вопросы еще лучше скажите что вы по этому поводу думаете и в общем всего доброго и до новых как говорится встреч до новых 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 встреч